Добрый день, друзья! Сегодня я дам практику зеркала, чтобы она была в записи и чтобы больше ко мне не обращались с вопросами. И эта практика просто в подарок маме Андрея Хремука. Я надеюсь, она все-таки когда-нибудь придет к ней и начнет выполнять. Итак, практика зеркала. При своей внешней простоте обладает невероятной глубиной. Глубиной, почему? Потому что человек через нее может за очень короткое время прийти к себе настоящему, себе искреннему, удалить те проблемы, те программы, те жесткие концепции и убеждения, которые мешают ему быть настоящим, мешают ему выстраивать отношения, жизнь, иметь здоровье, иметь нормальную семью, иметь нормальную реализацию и так далее. То есть, грубо говоря, все программное обеспечение человека при всем его многообразии, в своей подоснове, если его раскладывать вот в психике, приходит к основным четырем программам. И все эти программы касаются личности самого человека. И через практику зеркала вот как раз-то и идет выстраивание этих программ и тех, которые на них первично навешиваются. Это все взаимоотношения с собой. Потому что этот мир есть продукт нашей психики. И первичное отделение частей себя. Отделить от себя Бога, отселить от себя ответственность, отделить от себя какие-то проявления свои, вино, обиду и так далее на кого-то возложить. И пошло, и поехало. И дальше человек расщепляется, 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 становится слабым. И у него ничего в жизни нормально не получается. Потому что он не целостен. Вот практика зеркала позволяет человеку за 120 дней, именно столько ее надо выполнять, стать целостным. Итак, выполняется на два раза в день, утром и вечером. Человек становится перед зеркалом. Желательно в полный рост, но если нет, можно и маленькое. Лучше хоть как-то, чем никак. Да, давайте договоримся сразу. Можно выполнять одетым, но лучше голым. Почему голым? Это не извращение, хотя бы первые несколько раз голым. Почему? Потому что, как правило, мы не принимаем свое тело. И врем себе, вот даже если мы вслух можем произнести, что я красивая, то при этом испытываем какое-то сжатие внутри, напряжение и так далее. Обратите внимание, если человек полностью в гармонии со своей внешностью, то он не пользуется косметикой, как правило. Либо это бывает крайне редко и только по вдохновению по какому-то. У него нет желания себя окрасить фиолетовый цвет или там еще в какой-то. И пошло-пошло-пошло пользоваться ботоксами и делать себе хирургию на заднем месте. Это все неустроенность нашим физическим телом. То есть, когда я вижу, когда человек начинает измываться над своим телом, первое, человеку нужна терапия. Человеку надо вернуться к себе настоящему. Где-то он не принимает свое физическое тело. О неприятии физического тела тут же говорят и угри, и псориазы, и нейродермиты и так далее. Все, что связано с кожей. Он обязательно вопрется в программу неприятия себя, раздражения на себя, нелюбви к себе и пошло-поехало. И очень много психосоматики висит именно на себе. То есть, основные четыре программы, на которых строится все программное дерево в дальнейшем, все они касаются себя любимого. Итак, мы становимся перед зеркалом два раза в день, утром и вечером, по 10 минут. Вот. И начинаем с того, что смотрим себе глаза, глаза и говорим, я люблю себя, я принимаю себя, я понимаю себя, я ценю себя, я уважаю себя, я забочусь о себе, я проявляю себя, я, 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 я и все относительно себя. Потом мы можем добавлять к миру, я уважаю себя, себя и уважаю мир, я ценю себя и ценю мир. И поехали. И так мы проговорами, вы заметите, что это будет нескончаемый поток. То есть, вы первые разы сложно, вроде бы сложно, фразы идут, потом какие-то будут повторяться, какие-то станут основными. Но дальше понесется раз за разом, раз за разом, легче, легче, легче. 10 минут отговорили, и вдруг реальность начинает меняться. Волнами будет идти за эти 120 дней подходы к зеркалу. Когда-то будет тяжело, когда-то будут бить слезы, когда-то, вплоть до потери сознания, вот по обратной связи реакции были. То есть, это реально сложно. Еще первую минуту ладно, а потом до 10 минут. Вы знаете, как проштыривает человека, вот когда он смотрит себе в глаза, в свою глубину, в свою душу и говорит вот эти базовые программы. Все программное дерево начинает шататься. Но это имеет очень быстрое проявление в жизни. То есть, как только вы заявили, что вы цените себя, тут же прилетает ситуация, где вы в реальной жизни проживаете момент, где вы цените себя. Вы любите себя, тут же в реальной ситуации прилетает ситуация в реальной картине мира, как вы любите себя. И так далее. От вас будет зеркало требовать подтверждения того, что вы говорите. И это тоже входит в практику. Итак, 120 дней вы признаетесь себе в любви, принимаете себя, говорите с собой, со своей душой. Вы чувствуете себя, вы осознаете себя, вы ощущаете себя и так далее. И если вы прервались хотя бы на один день, значит практику начинайте сначала. Почему 120 дней? Это надо для того, чтобы программы переместились и диск дефрагментировался. Я надеюсь, популярно объясняю, да? И по сути дела, те два слоя в психике, которые психотерапевт будет заниматься у вас годами, у вас могут встать на место за 120 дней. Абсолютно бесплатно. С этого начинается магия, с этого начинается осознанность, с этого начинаются действительно тренинги и практики инфодайверов. С этого начинается счастливая жизнь у очень многих людей. Эта практика действительно помогла многим. Это не моя находка, не мое изобретение, мной оно немножко усовершенствовано и положено в конкретные сроки. Но это действительно классная суфийская техника. Простая, невероятно эффективная, невероятно меняющая жизнь и меняющая отношения между людьми. Будьте счастливы, я надеюсь, вы сможете ей воспользоваться.